О внезапных новинках, которые вводятся по системе параллельного импорта, сейчас можно говорить бесконечно. Но есть одно важное уточнение. Большинство параллельных машин приезжают мелкими партиями или вообще поштучно, а главное, на них не распространяется никакая гарантия. Однако есть исключения. Скажем, один крупный дилерский холдинг начал в изрядных количествах возить Volkswagen китайской сборки, на которые продавец готов давать собственную гарантию, в зависимости от модели год или два. Так в Россию прибыл огромный кроссовер Volkswagen Talaghan, который превосходит крупную американскую модель Terramont буквально по всем измерениям. Скажем, по длине новинка оказалась крупнее сразу на добрых 11 сантиметров. В основе Talaghan лежит поперечная платформа MQB, а в движение машину приводит 220-сильный двухлитровый турбомотор, к которому прилагаются 7-ступенчатый преселектив и полный привод. Российская цена — чуть больше 5 миллионов рублей. В список стандартного оборудования входит 6 подушек безопасности, светодиодная оптика, продвинутая медиасистема, виртуальные приборы, бесключевой доступ, пакет ездовых ассистентов и даже огромная панорамная крыша. Впрочем, подавляющему большинству зрителей канала Автоплюс куда интереснее будет узнать про другую новинку — седан Jetta VA3. Для нашей страны заказаны 400 таких седанов, которые будут продавать по цене 1 миллион 750 тысяч рублей. Все машины будут оснащены полуторалитровыми атмосферниками и шестиступенчатыми автоматами. В единственную комплектацию включены система стабилизации, фронтальные подушки безопасности и скромный электропакет. Напомним, что под маркой Jetta концерн Volkswagen выпускает недорогие модели для рынка Китая, а VA3 — это седан образца 2019 года, который является прямым родственником модели Skoda Rapid прошлого поколения. Впрочем, у Jetta оригинальный дизайн кузова и растянутая колёсная база, так что она просторнее своей чешской сестры. Объём багажника достигает 550 литров, что должно понравиться нашим соотечественникам. Очевидно, что этот седан должен заинтересовать тех, кто хотел приобрести Рио, Солярис, Поло или Рапид, но по объективным причинам не может этого сделать. Более того, у дилеров даже иссякают запасы вазовских вест. Как уверяют продавцы, в салонах осталось по 2-3 машины, поэтому цены кусаются. За рестайлинговый кросс-универсал могут запросто просить под 3 миллиона рублей. И в этом разрезе китайский немец выглядит конкурентоспособным.